МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Сказку ждут обновления". В детском саду благоустроят территорию для игр и прогулок. Здоровое питание, здоровое будущее. Общественники в рамках партийного проекта проверяют столовые школы. Новое звучание в музыкальной школе и детской школе искусств обновили парк инструментов. Здравствуйте! Информационная картина недели в нашем итоговом обзоре. Расскажем о главных событиях минувших 7 дней. Начать строительство северного широтного хода в этом году. Такое поручение 13 апреля дал президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктики. Глава государства подчеркнул, что из-за санкционного давления надо уделить особое внимание всем проектам, связанным с арктическими регионами. Не откладывать их, а наоборот нарастить темп работы. Важно увеличить потребление российских нефти и газа на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку сырья и нарастить поставки энергоресурсов в другие страны. Развитие транспортных коридоров поможет решить эту задачу. Активная стройка на объектах этой магистрали должна начаться уже в текущем году. Я обращаю внимание правительства, РЖД, Газпрома, других компаний, задействованных в проекте. Это прямое поручение. Прошу вас так к этому и относиться. Мы давно занимаемся северным широтным ходом. Запуск этого проекта позволит в том числе разгрузить БАМ и Транссит. И это принципиально важно с учетом переориентации на восток наших основных экспортных ресурсов. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что регион готов это поручение выполнить. В марте новые экономические условия заставили пересмотреть планы реализации северного широтного хода. Ранее магистраль хотели возводить на банковские заемные средства, но ставки значительно выросли. И деньги решили брать из других источников. Пересматривают и затраты на материалы. Ямал с остальными участниками обсудит планы реализации в ближайшее время. Непростой путь, потому как мы помним, там целый ряд требуется решение и построительство моста, сложного очень объекта в районе Салихарда, и построительство линейной инфраструктуры. Но это все в активной стадии проработки. Многие этапы уже находятся на государственной экспертизе. Где-то уже получены положительные заключения. Это все позволяет нам выходить к практической реализации в ближайшее время. Сказка готовится к масштабным обновлениям. На будущей неделе на территории детского сада начнется капитальный ремонт. Во время строительных работ воспитанники будут посещать другие дошкольные учреждения. С планами по благоустройству познакомилась Алена Гафарова. В этом году сказке исполнится 36. Мелкие работы и замену игровых форм на территории детсада за несколько десятилетий выполняли множество раз. А три года назад начали разработку современного проекта благоустройства. Дело в том, что на участке активно скапливаются талы и дождевые воды. Решить проблему, говорят специалисты, удастся только полностью переформатировав пространство. Работа по благоустройству территории здесь предстоит масштабная. Проектная документация разработана. Подрядчик готов приступить к работам на следующей неделе. Мы ведем контроль по закупке данных материалов, по согласованию. То есть без нашего согласования подрядчик ничего не закупает абсолютно. На данный момент заключены процентов 90 договоров на подряд на поставку материалов. Мы, в принципе, готовы к работам. Нас ничего не останавливает. Территория сказки полностью преобразится. Каждый квадратный метр будет функционально использован. Современные дизайн-проекты учитывают интересы детей разных возрастов и интересов. Так строители возведут несколько игровых площадок, появится музей деревянных скульптур «Сказка», «Птичий дворик», «Ботаникус», «Центр интеллектуальных игр» и «Этнокультурный центр «Ямал». Изучать правила дорожного движения воспитанники будут в автогородке, а развиваться физически и готовиться к сдаче ГТО на оборудованной спортивной площадке с резиновым покрытием. Участок будет освещен полностью. В него входит более 60 торшерных светильников. Мы проводили светотехнический анализ. То есть светотехнический анализ показал у нас на 5 с плюсом, что затемнений данной территории не будет. Само здание будет с фасада подсвечено прожекторами. Более 92 прожекторов будет стоять. Здание будет освещено полностью, будет придавать эстетический вид зданию. Проектом предусмотрены решения проблемы скопления талой и дождевой воды. Вся территория спроектирована таким образом, чтобы она стекала в уже существующую ливневую канализацию. Новое дорожное полотно, расширенный заезд для автомобилей, свежий газон и зелёные насаждения. Дополнительные камеры видеонаблюдения. Все решения для безопасности и комфорта воспитанников сказки. Сегодня их более 120. Пока в саду идут строительные работы, ребята будут посещать другие дошкольные учреждения. Вопрос по переводу детей уже решён. Наши девчонки и мальчишки временно будут ходить в два детских сада. В детский сад Дюймовочка и в детский сад Буратино. Завершить капитальный ремонт в сказке подрядчику по условиям контракта необходимо до 1 сентября. Алена Гафарова, Сергей Лукович, Новости Муравленко. В Муравленко на этой неделе провели всероссийские трёхдневные командно-штабные учения. Они прошли под руководством регионального МЧС. Сигнал о начале учений поступил в город 12 апреля в 6 часов утра. После было проведено оперативное заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Первый день учений был посвящён штабной работе. А 14 апреля в дачном товариществе «Дружба» произошёл лесной пожар, в результате которого с территории СНТ пришлось эвакуировать 20 человек. По такой легенде в городе провели командно-штабную тренировку. В здании спортшколы Муравленко развернули пункт временного размещения людей при чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами. Комиссия осмотрела места отдыха, приёма пищи, организацию медицинской и психологической помощи. Коллектив действительно готов. Рабочие вопросы какие-то мелкие, которые возникали, и это нормально, взяли в дальнейшую проработку. В целом впечатления очень хорошие, и мы, комиссия вся, довольны увиденным. Реконструкция городского парка или создание места для отдыха возле пятой школы жителям города предлагают выбрать общественное пространство, которое благоустроит в 2023 году. Рейтинговое голосование в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» началось 15 апреля на всероссийской платформе 89.городсреда.рум, рассказывает Алена Гафарова. На выбор жителям города представлены два дизайн-проекта. Первый – это городской парк. Масштабный план по его реконструкции разделён на несколько этапов. В этом году на голосование вынесен первый – проектирование трёх ключевых зон. Концепция по его функциональному наполнению была определена на основе идей, которые жители предлагали в социальных сетях. В первый этап у нас входит входная группа, центральная аллея и главная площадь. Что самое главное предусматривается – это расширение потоков движения на центральной аллее. Входная группа – организация, которая предусматривает плавный переход к фонтанной группе, образуемой возле нашего памятника. Памятник будет реконструирован. По задумке дизайнеров встречать жителей и гостей города будет современная входная группа, на которой будет размещено название «Парк месторождения». Расширенные пешеходные пути замастят плиткой, выложенной градиентным узором. Глобальные изменения ждут центральную часть. У нас предполагается расширение главной площади, организация новой сцены с тёплыми помещениями для выступающих коллективов. Напротив самой сцены амфитеатр у нас образуется, для того, чтобы большинство граждан могли увидеть то, что происходит на сцене. На площади планируют установить световые качели, всесезонное кафе с летней террасой. Территорию озеленят и установят дополнительное освещение. Ещё один проект планируют воплотить в жизнь в микрорайоне Солнечном, между улицей Дружбы народов и пятой школой. Здесь будет обустроена велодорожка, верёвочный городок, прогулочная зона. Ключевым местом станет скульптура в виде книги. Украсят сквер с камьи с фигурами классиков, малоархитектурные формы, вазоны с цветами и многое другое. Организуются две парковки с двух сторон для удобства граждан. Ливневая канализация, ландшафтное освещение. В целом при реализации проекта данная территория у нас станет комфортной для граждан, кто проживает в этом микрорайоне и, соответственно, для тех, кто хочет посетить эту территорию. Жители города в возрасте от 14 лет могут проголосовать удобным способом на платформе проекта 89.городсреда.ру или при помощи планшета волонтёра. Накануне они прошли обучение. Добровольцы будут посещать квартиры и дежурить в пикетных точках. Также планируются встречи со школьниками. Узнать волонтёров можно будет по брендированной одежде. Голосование продлится до 30 мая. Жители нашего города в целом привыкли очень активно участвовать в жизни Муравленка. Наш город им не безразличен. Помимо объектов благоустройства мы выбираем и проекты уютного Ямала, и инициативного бюджетирования. Стараемся максимально вовлечь муравленковцев в жизнь города. Поэтому они привыкли решать и определять, каким будет их город. Проект, который наберёт наибольшее количество голосов, реализуют в 2023 году. Добавлю, что в прошлом году в рамках голосования за объекты благоустройства муравленковцы поддержали идею создания Сквера Победы. Работы по его строительству стартуют в апреле. Алёна Гафарова, Антон Иванов и Сергей Лукович. Новости Муравленка. В детскую музыкальную школу и школу искусств поступили новые музыкальные инструменты. Это часть реализации национального проекта «Культура». Теперь дети смогут заниматься на новом акустическом пианино, синтезаторах, струнно-щипковых и шумовых инструментах. Подробности у Анны Маре. Воспитанница ДШИ Варвара Овчинникова с удовольствием осваивает новый инструмент. Отделение музыкального искусства пополнилось сразу несколькими гитарами фирмы «Ямаха» для самых маленьких воспитанников, а также электроакустическими и акустическими бас-гитарами. Мне она нравится своим красивым звуком, что можно играть какие-то аккорды, лады красивые. Она очень удобная, достаточно легкая. Она три четверти и на ней очень удобно играть. Всего в школе искусств парк инструментов пополнился на 30 единиц. Теперь в учреждении планируют расширить количество обучающихся и открыть новые направления в рамках реализации предпрофессиональных образовательных программ. Новые инструменты помогают нам представлять высокий уровень обучающихся нашей школы на конкурсах различного уровня. Ну и, конечно, надо сказать, что творческие мероприятия с участием новых инструментов выводят наши мероприятия на более высокий качественный уровень. Воспитанники уже вовсю осваивают недавно приобретенные рояль, цифровое фортепиано, скрипки, духовые и ударные инструменты. Абсолютно другими красками зазвучали музыкальные произведения в исполнении баянистов. Так в баяне итальянского производства есть особые тембровые переключатели. Обогащаются краски, разные краски там. Флейт, фагот, орган. Вот, например, флейта. Сейчас вот тут, пожалуйста. А это участники фольклорного ансамбля «Забава» из музыкальной школы разучивают очередной номер. Новые ложки в руках ребята держат впервые. Звучанием довольны. Парк пополнился не только шумовыми инструментами. Также приобретены акустические пианино, компактные детские синтезаторы, струно-щипковые и другие инструменты. Давайте мы с вами песенку поиграем. Она у нас до мажори. Найдите нотку до. Помните, да? У нас устойчивые ступеньки. Я сейчас сыграю, вы вспомните. До. Педагоги говорят, приобретение детских синтезаторов в класс музыкально-теоретических дисциплин помогает развивать и совершенствовать слуховые навыки, чистоту интонации на уроках сольфеджио и вокала. Во-первых, ребята изучают клавиатуру фортепиано. Потом они у нас всегда в работе, когда нам нужно какую-то мелодию спеть или сыграть. Всегда можно им дать индивидуальное задание, потому что к мини-синтезаторам у нас есть наушники. Ребятишки одевают их на уши и не мешают друг другу, спокойно выполняют то задание, которое им нужно выполнить. Играть на новых инструментах, как работать на качественном станке. С таким оснащением у педагогов и задачи амбициозные. Создание новых ансамблей, аншлаговые выступления, участие в фестивалях и конкурсах. Но самое главное – воспитание великих музыкантов. Анна Мария, Антон Иванов, Новости Муравленко. У Муравленко продолжается реализация федерального партийного проекта «Здоровое будущее» и регионального здорового питания. На этой неделе рабочая группа посетила столовую 4-й школы. Цель визита – оценить уровень организации и качество школьного питания. Подробности у Татьяны Бойко. Сегодня на обед у нас калаты свежих помидоров и огурцов с зеленым луком, коком, кукушечкой, свекольник со сметаной, тоже с пеленью. Группы общественников интересуют все, что связано с питанием школьников. Начиная от поставки и хранения товара до приготовления блюд. Особое внимание обращают на то, включены ли в меню местные продукты – оленина и дикоросы. Сегодня, изучив меню в школе, мы увидели, что в меню включаются дикоросы местного производства, клюква и брусника, а также сардирки из оленины и фарш из оленины. Из фарша из оленины готовятся запеканки, котлеты, биточки, то есть те блюда, которые любят дети. Пищеблок 4-й школы полностью оснащен современным технологическим оборудованием. Здесь и духовые шкафы, параконвектоматы, полностью обновлена посуда для приготовления пищи. Повара говорят, готовить на такой кухне – одно удовольствие, а блюда получаются вкусными и полезными, добавляют дети. Нас кормят очень вкусно, и мне больше всего нравятся борщ, сырники и пельмени. Мне больше нравятся всего кашина первая и макароны. Нас кормят очень вкусно, так замечательно, прям очень насыщенно, очень вкусно, все полезно для нас. Все замечательно, все прекрасно. Повара стараются максимально разнообразить меню. За две недели блюда не повторяются ни разу. Школьники на отсутствие аппетита не жалуются. Хорошо дети кушают сырники, хорошо кушают пюре, макароны, котлеты тоже хорошо кушают. Супы, если это обед, то суп. Очень любят борщи, щи, рассольники, гороховые. Мы вкладываем душу. Нам очень приятно, когда несут дети пустые тарелки. Питание детей должно быть правильным, поэтому не случайно в школах и детских садах этому вопросу уделяют пристальное внимание. Работа по формированию привычек здорового питания активно ведется во всех образовательных учреждениях. У всех это по-разному. У кого-то видеоконкурсов, у кого-то проектная деятельность, анкетирование родителей, встречи, беседы, консультации и так далее. Но очень важно и значимо, что эта работа в школах организована. Несколько лет назад четвертая школа стала лучшей школьной столовой в округе. Повара продолжают держать высокую планку. Общественники остались довольны результатами рейда, не выявив никаких нарушений. Татьяна Бойко, Виталий Сидняев, Новости Муравленко. Активисты города объединились общей идеей саморазвития, образовательные площадки, конкурс социальных проектов и награждения лидеров рейтинга ТОП-89. Это лишь часть событий, которыми удивил форум Код РЭД. Подробности у Марии Кузнецовой. Яркое открытие молодежного форума Код РЭД с первых секунд задало нужную тональность мероприятия. Заряженная драйвовой музыкой и знакомством со спикерами молодежь отправляется за новыми знаниями. В последние дни все только и делают, что говорят о Код РЭДе. Молодежный форум стал самым ожидаемым событием этой весны не только для муравленковцев, но и для участников из соседних городов. Ребята прокачивают свои знания на четырех образовательных площадках. Спикеру одной из них всего 17 лет. Это стало большим удивлением для Код РЭДовцев. Но медиатренеру Полине Маришовой действительно есть чем поделиться со сверстниками. Телерадиоведущая уже является автором собственного курса, успела поработать ассистентом продюсера Первого канала и развивает блог, в котором более 80 тысяч подписчиков. На личном бренде говорит не только о социальных сетях, но и о том, как держаться в кадре и управлять голосом. Высокие тона очень неприятны нашему слуху. Это как вилкой по мельной доске. Это такой скрип неприятный. Не обошлось и без практики. Я не слышу форума вообще. Я не слышу форума вообще. Я не слышу форума вообще. Я не слышу форума сама. Одной из самых популярных тем на форуме на протяжении нескольких лет остается психология. Когда ваши, ваши ожидания не обладались, у вас получилось обидно. Разобраться в себе, понять причины собственных обид и страхов молодежи помогает Светлана Горьковая. Я рассказывала ребятам о том, что есть события, есть чувства и есть мысли. И пыталась донести до них информацию, на что они в этом процессе могут повлиять. После завершения образовательной части молодежь ждет Red Party – вечеринка с дресс-кодом в красных тонах. Добрый вечер, Муравленко! Слушайте, ну вот такие классные, самые замечательные, такие энергичные. Вот эти прекрасные дни, я абсолютно уверена в том, что они оставят неизгладимый след в вашей душе, в ваших умах, в ваших сердцах. На главной сцене форума чествуют членов молодежного совета, в который вошли 12 счастливчиков. Вручают денежные сертификаты победителям конкурса социальных проектов. Общая сумма выделенных грантов – почти 300 тысяч рублей. Мы будем реализовывать фестиваль уличных видов спорта «Квартал». Это большой такой красочный праздник, который состоится в парке летом. Обязательно всех зовем, приходите. Хедлайнерами форума «Код Ред» стали известные и талантливые диджеи Байор и диджей Киида. Под их биты муравленковцы благодарят организаторов форума за подаренный праздник. Мы в восторге над самого мероприятия, то, как оно было проведено от спикеров, вообще в полном восторге. Я не пожалела ни грамму, ведь это настоящий опыт. На площадках я получила массу новой информации, где я бы не получила, наверное, нигде, кроме «Муравленка», конечно же. Все клево, все классно, все получилось. Мы очень довольны, наконец-то можно выдыхать. Мы супер счастливы. Мария Кузнецова, Антон Иванов, новости «Муравленка». Такой была информационная картина минувшей недели. Еще больше новостей на нашем сайте «Муравленка24.ру».